Наш видеомос посвящен возможному созданию тюркоязычных государств, которые и эту инициативу озвучил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В связи с этим у меня сразу первый вопрос. Настало ли время говорить об этой инициативе? Насколько я знаю, такая же инициатива была чуть-чуть раньше озвучена, но сейчас она озвучена более широко и более представительно одним из сильнейших лидеров постсоветкового пространства, главой Казахстана Нурсултан Назарбаевым. Зачем это было сделано и каковы, возможно ли, перспективы данного совета тюркоязычных государств? Когда вы говорите о том, что пришло время, не пришло время, время для этого было всегда. Оно никуда не уходило и никуда не приходило, потому что вещь это нужная, вещь это с моей точки зрения полезная. Не то, чтобы без этого совета было бы невозможно прожить, но то, что если он будет создан, то он действительно может нести какую-то культурную миссию. Это однозначно. Однозначно. Причем некоторые могут подумать, что здесь есть какие-то проявления пан-тюркизма, там еще что-то. Я уверен, что разговоры над тем пойдут. Уже пошли? А уже пошли, я его даже не знал. Я в этом не вижу ничего такого пан-тюркизского, а я вижу в этом совершенно нормальное намерение тюркоязычных народов сохранить вот этот фрагмент своей культуры. Потому что абсолютизировать его, мы сами понимаем, невозможно, потому что есть казахи, есть сабтатары, есть у каждого своя особенность. Но вот эта тюркская компонента, она действительно не то чтобы исчезает, она остается, но она размывается. А это, простите меня за громкие слова, это самокультурное наследие, потому что тюрки, это все-таки, это уже теперь, а не народ, это какой-то там, как некоторые любят говорить, суперэтнос, еще что-то, еще что-то. Но если вот это вот будет размываться и исчезать, а за время, за советский период это происходило, это очень плохо, это действительно мы утрачиваем таким образом, можем утратить какую-то часть нашего общечеловеческого наследия. Вопрос в том, как это будет делаться, где найти вот тот разумный и в то же время очень прагматичный подход, чтобы работать в этом направлении. Понимаете, такое количество союзов, всяких объединений существует, которые, как известно, большая часть из них о ни черта не делает. Поэтому, когда создается вот этот самый совет, я думаю, что должны быть определены заранее конкретные задачи. Не вообще там чем-то заниматься, а заниматься по каким-то направлениям. А поскольку, простите меня, я все-таки до сих пор верю, что интеллигенция не исчезла, то, видимо, ей, кроме политиков, и придется этим делом заняться. Тут, конечно, масса подводных камней, мы это все прекрасно понимаем, но действительно благое дело сохранения вот этого наследия, осознание, в какой мере оно коррелируется с национальным наследием. И ведь это не только проблема Центральной Азии, Турции, это еще российская проблема. Прежде всего, идея создания Совета и подбор кадров, начало выработки механизма, идеологии такой структуры, это все, конечно, замечательно. Замечательно и актуально. Это часть, в принципе, демократического движения, и часть инородной дипломатии, часть ослабления международной напряженности, часть сотрудничества, гуманитарного сотрудничества между странами. Между всеми странами все страны должны дружно жить, все народы должны дружно жить, все религии должны сотрудничать, контактироваться. Но часто бывает это не так складно. Иногда даже внутри одного народа или внутри одной группы народов, языков появляется трение или просто безразличие, просто неготовность принимать, знать никого, кроме себя. К сожалению, инерции общественного сознания есть. Общественное сознание к такого рода сотрудничеству пока, к сожалению, не готово. Сколько бы мы ни говорили о толерантности, об общих интересах, о глобализации. Мы же знаем, что враг национальной культуры кто? Кроме каких-то режимов, каких-то государств или отдельных личностей, организаций. Конечно, это глобализация. Глобализация, оно благо, оно может и, конечно, выручить этносы и национальные культуры при помощи вот таких же технологий, как вот телемост, аудиовизуальные аппаратуры, интернет, телевидение вообще. Но все же глобализация у нас и наши народы, и другие народы тоже поедает. Это один из инструментов интеграции в пределах СНГ, потому что тюркские государства, пять государств, это вчерашние союзные республики, они были недавно в едином культурном пространстве, российском, советском. Только Турция подключается. Что касается России, российский народ, россияне замешаны в основном из трех компонентов славянского, тюркского и урофинского. Другие компоненты, пусть не обижаются, они, я их считаю, приправами к этому прекрасному блюду, который называется российский народ. Поэтому Россия, это только усиляет тюркский компонент, тюркский фактор, который присутствует в России, использовать в международных отношениях со своими бывшими союзными республиками, со своими сегодняшними активными партнерами Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном. Это давно пора, нужно было сделать. А что касается заполнения содержания и ожидаемых трудностей, они были, будут, нужно попробовать. Пока первый шаг не сделаем, не будет и второго шага. Что касается заданного вопроса, да, я согласен, что то, что произошло и происходит в Киргизии, это не украшает тюркский суперэтнос, назовем так условно, тюркский мир. Но, к сожалению, это есть и в минимальных масштабах, до резни не доходят. Вот, например, мы возьмем свою страну, Россию, тюркский ареал здесь из трех состоит географических зон. Урала-Поволжье, Алтай и Кавказ. Урала-Поволжье, татары, башкиры и чуваши. Есть вопросы между нами, так говоря, между нами тюрками. Кто будет чемпионом России по хоккею? Салавадюлаев или Акбарс? Татары-Башкирский вопрос есть, а с чувашами мы вообще пока непростительной дистанцией. Нужно сближаться. То же самое алтайских тюрков забывать нельзя. Тувинцев, хакасов, алтайцев и так далее. С Кавказом тоже. С Кавказом у нас ментальные разногласия. Потому что Урала-Поволжье тюрки имеют ментальность общероссийскую, может быть даже очень близкую со славянским населением. А на Кавказе каращаевцы, балкарцы, наши братья, нагайцы и кумыки, они уже интегрированы в общекавказскую ментальность. Мы там тоже имеем вопросы. Но для этого и создаются советы, чтобы эти проблемы обсуждать и находить решение консолидации. Консолидация должна работать для просветания международных отношений России с этими тюркским миром, тюркскими государствами.